Свято-восьмое соковика прошло, але сюрпрызы для жанчин протягиваются. Две годины нестрымного смеху отрымали у подарунок гамельчанки. Миновито-представницы жанночего полу были у большинства глядачоу суперкомеды «Любовнички». Спектакль выконвали зорки российского кино. Ирина Дребышевская побывала на премьеры и поделится ураженями. Афиши спектакля обецали глядачам две годины гамеричного смеху. Зорный актерский состав и непредказальный сюжет. Як выник, усе билеты были раскуплены крыху больше, чем за тыдень. Причим больше з глядачоу, як высветлилася дамы. Мы любим не только по телевизору видеть артистов, но и вживую, чтобы ощутить все эмоции, которые они передают. Но Тарзана мы знаем больше других. Я считаю, что для наших очаровательных праздник должен длиться каждый день. Посему замечательные артисты, наши коллеги из Российской Федерации, такой подарок преподнесут нашим очаровательным леди. Это замечательный спектакль «Любовнички». Это комедия, комедия, в которой мужчины перевоплощаются в женщин, женщины перевоплощаются в мужчин. Это возможность взглянуть друг на друга немножко с другой стороны. Плюс ко всему с таким шикарным актерским составом. Ева, стой! Ева! Да люблю я тебя, люблю! Да что? Ева! Одну из главных ролей у спектакля выполняет любимец жаночей публики Сергей Глушко. Больше вядомый по сценичным псевдониме «Тарзан». Его коллеги по сцене не меньше знакомитые, а зоркие сериала «Солдаты» Александр Лымаров и Вячеслав Гришечкин. А Йон Дарыч еще и режиссер-постановщик. Какова идея? В принципе, идеи никакой, по большому счету. Почему? Потому что это комедия положений, чистая комедия, но там есть одна пронзительная мысль. Потому что на измене далеко не уедешь, что называется. И все равно любовь настоящая побеждает. Вот это телеграмма в зал, как говорил Станиславский. Я Ева! Я любовница вашего мужа! У спектакля смешались каханья и здрады, сквапности, выкрутливость, а так само комичные сюжеты. Усёя кужетти – трагеды о шуканной женке и не менее о шуканной полюбовнице. Лежитёвая драма переутворается в потешную комедию. А тема первоособления у мужчин, у женщин становится ключевой. Всегда смешно, когда мужчина надевает на себя платье подкладное, грудь, попа и так далее, каблуки. Это всегда вызывает бурю восторга. Без конца и близкучий гумор категории 18+, не покинул неводного глядача без эмоций. Становчих вядома – у зале был полный аншлаг. Ирина Драбышевская, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».